Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос сжато и коротко, то поведением вашей сестры движет удовлетворение потребности, которая по-другому не может быть удовлетворена, нежели тем способом, который выбрала ваша сестра. Вот так. Что это по факту означает? Это означает, что одна из базовых потребностей по маслу не удовлетворяется в силу ряда причин. Ну, каких-то причин. И когда-то ваша сестра закрепила для себя через получение результата, через эффект, через обратную связь, такую модель удовлетворения. И она теперь ею пользуется. То есть для нее важно принять другого человека, чтобы чувствовать себя лучше. Что это? Потребность безопасности, потребность собственной значимости, потребность любви. Нужно разбирать. Но одна из базовых потребностей не удовлетворена у вашей сестры. А может быть и несколько базовых потребностей не удовлетворены. И именно из-за этого и возникает такая вот проблема. Это если говорить с точки зрения психологии. Вот. Теперь. А если мы говорим с вами о том, что, вот как вы пишете, да, что... Мммм... Ммм... Она тут... Так. Вы говорите, что она пытает вас принять другу мужчин. Вот. Елена. Вы для чего спрашиваете об этом? Зачем? Зачем? Что даст вам знание? Что даст вам знание данного аспекта, да? Что даст вам знание причин? Зачем? Вы будете... Говорить ей? Да? Об этом? Ну и что? Что изменится? Дальше, от того, что вы ей скажете об этом, ну, чего она как вела себя, так и будет вести, пока вы своей реакцией будете давать ей то, чего она хочет, ситуация не изменится. Поэтому, вам, вместо того, чтобы искать ответ на вопрос, почему она так поступает и зачем, надо бы подумать над тем, чего вы хотите для себя. Конкретно, что вы будете делать, какие у вас конфликты, проблемы, трудности, переживания и так далее. Вот в этом направлении я рекомендую вам двигаться, в этом направлении я рекомендую вам начать двигаться. Вот вы говорили, что у вас есть страх взаимодействия с мужчинами. Откуда он? Какая ваша модель женского поведения? Как вы воспринимаете мужчин? Насколько вы уверены в себе? Насколько вы принимаете себя такой, какая вы есть? Насколько вас задевает то, что говорит ваша сестра, например? И какие выводы вы из этого делаете? Ну вот из того, что она вас задевает. Да? Понятно, о чем идет речь? То есть это все то, над чем вам нужно поработать. Обязательно. Это то, что для вас жизненно необходимо. То есть вместо того, чтобы интересоваться другими людьми, да, вы как бы, ну, обратите внимание на себя. Вот. И уже исходя из этого двигаетесь, так получается, что вы интересуетесь своей сестрой больше, чем самой собой. Вот. Понимаете? Я, конечно, отдаю себе отсчет в том, что вы с ней как-то вот соперничаете, я отдаю себе отсчет в том, что вы как-то пытаетесь противопоставить себя ей, как-то вот, ну, отгородиться от ее нападок. Но вся проблема заключается в том, что именно вас это задевает. И до тех пор, пока вас это будет задевать, все ваши действия будут просто как механизмами защит, которые ни к чему хорошему, кроме как, значит, подтверждения, кроме как, кроме как к подтверждению вашей позиции относительно себя не дадут. Вот. То есть проблема у вас, что вы не можете построить отношения с мужчинами. Проблема у вас, что сестра вас задевает. Проблема у вас, что вы соглашаетесь идти с ней гулять. Понимаете? У меня, конечно, она дальняя сестра. А может быть, для вас в этом есть какая-то выгода? А может быть, вы хотите что-то для себя? Ну, в этот момент. А может быть, вам это для чего-то нужно? А как бы вы могли поступать иначе? Я понимаю. Вот это то, что вам необходимо для себя выявить. Это то, что необходимо вам вот для себя действовать. Это то, что необходимо вам учитывать. Вот. И тогда вопрос можно переформулировать следующим образом. Для чего я интересуюсь поведением сестры? Зачем мне это, какую я цель преследует? И может ли мне помочь, ответ на этот вопрос, достичь своей цели? Если цель действительно моя, а не цель других людей. И как часто вместо того, чтобы интересоваться чем-то своим, я думаю о других. У кого я научилась так делать, так делать? Каким установкам и взглядам я следую через данное поведение? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их уличку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...